Больше чем в полтора раза выросла взаимная торговля Казахстана с партнерами по ЕАЭС с момента создания союза. Сейчас это почти 28,5 миллиарда долларов. Подробнее о межрегиональном сотрудничестве поговорим с исполнителем директором Института парламентаризма, политологом Жанар Тулензиновой. Она с нами на прямой связи. Жанар, доброе утро. Накануне главы государств участников ЕАЭС обсудили основные задачи, ключевые направления дальнейшей работы. Какие главные месседжи вы хотите обозначить? Надо сказать, что нынешнее заседание на юбилейное, оно приурочено к десятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе. И напомню, что это подписание состоялось именно в Астане 29 мая 2014 года. И Казахстан таким образом является своего рода инициатором и локомотивом евразийской интеграции. Хотя, опять-таки, нередко звучит критика в адрес Евразийского экономического союза. Тем не менее, цифры, которые привел вчера глава государства о том, что в два раза вырос экспорт Казахстана на рынке стран-партнеров Евразийского экономического союза. С порядка 5 миллиардов долларов до 11 миллиардов долларов это все-таки наиболее значимый индикатор эффективности экономического союза, рост взаимной торговли. Тем не менее, глава государства еще раз Казахстан Жамалович Атакаев очень четко обозначил, что одним из важных сегодня достижений для ЕАЭС будет являться реальное обеспечение четырех свобод ЕАЭС. Это помимо рынка услуг, уже упомянутого, это еще безбарьерная торговля. Глава государства отметил, что не допустят ограничения или ручное управление. Ну и также президент Казахстана отметил те перспективы, которые, перспективные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС, обратил внимание своих партнеров, своих коллег, президентов, глав Евразийской пятерки. Это, в первую очередь, сделать акцент на повышение внешней торговли, пока оборот стран ЕАЭС с внешним странам составляет всего 2% от мировой торговли. Второе, тут же это связано с первым, необходимо усилить транспортную структуру, модернизировать то, что он назвал глава государства евразийским транспортным коридором. И при этом, это третий уже акцент президента, необходимо использовать для этого единую евразийскую цифровую систему, то есть для обеспечения так называемой бесшовной логистики, это снижение таможенных барьеров, снижение таможенных барьеров. Также, опять-таки, у Канан тоже промышленная кооперация речь идет, и о таких направлениях, как сотрудничество внести газохимическом комплексе, и укрепление продовольственной безопасности, путем внедрения умного сельского хозяйства. Здесь у страны ЕС просто огромный потенциал для роста, как, по-моему, подчеркну, что наши страны способны накормить 600 миллионов человек. И, опять-таки, сотрудничество в сфере цифровизации, именно использование технологий искусственного интеллекта, именно цифровизация, повсеместная цифровизация позволит и обеспечить четыре свободы ЕС, свободу передвижения товаров, рынка услуг, капиталов и энергетики. Спасибо большое, что нашли время, уделили его. Напомню, на прямой связи со студией была Жанна Артулиндинова.